друзья привет с вами компания руфер нахожусь на очередном из наших объектов попросили проверить состояние крыши и в данном видео ролике покажу вам какие часто бывают самые распространенные ошибки и на что необходимо обращать внимание чтобы в процессе эксплуатации крыши не было никаких проблем в том числе и протечек ну что же давайте посмотрим что я обнаружил первое это примыкание здесь вот так там выполнено до видео с вами саморезы и как у нас на такой рендовный ковер зарезан причем крыши давно сделано вот здесь вот видны следы от затекания воды весь герметика даже изначально не было то есть просто какая-то фиксы ничего его сюда поставили вроде направить воду на этом приклеить забыли здесь такое вот место вот будет лежать снег янду обязательно будет может туда потечь вода обязательно может потечь здесь будет налить и соответственно здесь вероятное место протечки в таком вот уязвимом и слабом месте как янду иногда бывает допускают вот такие вот банальные ошибки это у нас ветровая планка идет что здесь не так во первых подрезана это бог не и ровно отступа нету обычно делается уступ вот ветровой от сантиметра до 2 как правило сантиметр полтора делаем уступ и обязательно ее вот в этом месте всю при мастище вам смотрите здесь мастики нет абсолютно никакой есть только мусор это обязательно делается при промыкании у кетровой планки есть также инструкции различных производителей где четко показан небольшой отступ подрезаем обязательно и у верхнего гонта в верхнего гонта делаем обязательно осечку вот идем видите осечки нету верхний гон подрезается здесь обязательно чтобы у нас водичка стекала если она будет упираться верхнюю часть гонта она будет у нас иметь сток вниз то есть таким вот подрезку мы играемся с направлением воды и и направляем вот этот уголок показан во многих инструкциях производителей мастики нет угол соответственно верхнего гонта не подрезан второй гонт открываю видите нет вось набили мастику положить забыли будет вот это герметично нет это не будет герметично здесь вероятно потенциальная протечка ендову я вам показал ендове чаще всего косячит об она ну здесь в принципе мастики нет вообще а вот здесь он даже есть небольшое увлажнение мастики здесь нет плащи гвоздь мой слава богу не вышел гвоздь набит нормально вот эти вот места желательно всегда еще покрывать мастикой соответственно полноценно приклеиваться кендове чтобы у нас вода в этих местах не в коем случае не заходила под гонт и также гвозди близко к ендове не бьются потому что такую гвоздь который находится недалеко от ендовы может тоже потенциально быть протечка если здесь образуется ледяной замок мастики нету нигде видимо ее просто не было на объекте что еще бросилась глаза он бывает и такое нету коньков карниза черепицы ну скажи закачку купите пожалуйста здесь пошли по другому принципу здесь постарались ее сделать из рядовой таким способом но видим рядовой гонт идет подрезали и видим открытые места крепления у саморезов как вот это дело не оборвало честно сказать это загадка так вот все коньки выполнены на данном объекте крыши сложная везде допущены те или иные нарушения то у нас страна больше северная видно по мху что есть такие вот примыкание к стене выполнены что в свою очередь тоже недопустимо здесь такие вот как я уже сказал все в щелях вот сюда косую дочь лицу ну скорее все будет такие вот места всегда обращать внимание на примыкание к стене обязательно на нем часто косячат вот такие вот такие вот резы на устройство удосточной системы они категорически запрещены видим с вами окаленные вот уже пошла ржавчина хороший качественный досток это по моему аквасистем вот он герб аквасистем замечательный продукт приятно с ним работать долго служит но никогда его режут болгаркой в инструкцию производителя это категорически запрещено да и отверстие маленькое как-нибудь обязательно покажем как он правильно выполняется карнизный свес никогда гонт вот в этом месте не укладывается заподлицо обязательно делается отступ чтобы его не подрывала ветром и первый гонт если вы не применяете коньковый карниз на переворачивается кверх ногами и должен быть и мастичен проверим наличие мастики ну здесь видим мастика есть не буду открывать не совсем герметичным тем не менее она местами уложена вот здесь вот уже здесь уже от мастики нету здесь и видно брали тоже рядовой коньковый карниз не было подрезали и использовали вот эту часть как стартуем здесь не вдруг выполнили вот этим он способом что могу сказать видим с вами воздействие влаги вот мог вот соответственно стоящая вода вся вот эта стоящая вода она обязательно будет попадать вовнутрь помещение а уж она всегда ищет путь куда не уйти здесь вот таких усложных местах опять же за счет рисунка полноценно выполнить елдово герметично просто-напросто нереально это была ошибка что здесь начали применять такой вкус очень много мест где у нас стоит вода где она может у нас затекать подгон и особенно очень маленький уклон есть вообще коньковый элемент отсутствует просто сделаем небольшой ну а как говорится земли не видно примыкание на трубах тоже рекомендую всегда проверять тоже на них часто косячат ну нет мастики понимаете кто почему не не говорил нету здесь нету вот это вот герметичное примыкание друзья разве можно такие объекты сдавать людям к сожалению нет как не улетела чудеса повезло видите я не надрывал ничего потерял старый есть мастика нет нету такие вот какие-то нелепые фиксации механические да будет лежать здесь талый снег на герметика ничего нету вода обязательно подавит ну и через вот эти все места она пойдет такую крышу использовать то же самое что сидеть на пороховой бочке и ждать когда она рванет здесь вот дошли здесь уже гвоздь выпила непонятно из-за чего но чтоб на это повлияло обратите внимание вообще на состояние сплошного настила видите раз идет волна 2 3 идет волна здесь ладно сложные формы но на простых скатах особенно видно солнышко сейчас светят в эту часть крыши посмотреть видите просто раз волна два волна три четыре идут вот такие вот волны вот они вот они что это такое а это друзья видите какое спешатается во первых есть проблемы устройства вентиляции организации точнее вентиляции подкрой а уж крыши сложной формы много труб есть у нас такие вот элементы на крышах которые собственно перекрывают циркуляцию воздуха с карнизового света на конек какой то есть там заход ну и так же по практике из-за чего это происходит несколько частей таким образом не компенсирует линейное расширение и собственно нет разбежки в укладке видно все прямой линии и такие линии тоже со временем проявляются ну здесь пока можем предполагать когда разберется эта крыша можно уже увидеть такими проблемами к сожалению иногда приходится сталкиваться поэтому друзья принимаете работы обращайте на все детальное внимание и требуйте качественного выполнения показал надеюсь будут они полезны всем пока до скорых встреч